Доброе утро, уважаемые радиослушатели, заговорилось. И тем не менее, доброе утро, формула права в эфире. С вами я, Анастасия Брайчева. И сразу скажу тему, которую мы сегодня обсуждаем, наследство, инструкции по применению. Я думаю, что это будет интересно многим, потому что так или иначе, к сожалению, для кого-то, может быть, к счастью, но каждый из нас может оказаться в ситуации, при которой нужно будет думать о вопросах, связанных с наследством, а эти вопросы, как правило, юридические. Сразу представлю гостей студии, профессионал своего дела Марина Соколова, нотариус города Москва. И Марина, здравствуйте. Здравствуйте. И Алла Еминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Алла, приветствую. Здравствуйте. Обсуждаем вопросы, связанные с наследством. И первое, что хотелось бы сказать, наверное, в принципе, такой вопрос, который постоянно мне задают, как адвокату, клиенты, и очень часто он возникает в практике, когда люди говорят и спрашивают, а что же мне оформить, как мне переоформить, допустим, квартиру. Чаще всего это касается недвижимого имущества, чаще всего жилья, но тем не менее принципы общие. Каким образом мне переоформить некое имущество под договор дарения, по купле-продаже, по ренте или по наследству. Вот я хотела бы, чтобы наши слушатели четко совершенно понимали, что же такое наследство. Вроде бы, я думаю, что все знают, что это такое, но вопросы, тем не менее, показывают, что далеко, видимо, не во всех тонкостях, мы будем сегодня их обсуждать. Все-таки наследственные правоотношения возникают после смерти человека. Сразу говорю, что с точки зрения правовой, юридическим языком, день смерти называется днем открытия наследства. И эти вопросы уже разрешаются после того, как наследодатель оставил после себя какое-то имущество. И, может быть, есть завещание, может быть, нет завещания. Вот здесь я хочу, чтобы четко было понимание у наших слушателей. Если завещание имеет место быть, то в данной ситуации человек при жизни это завещание может сколько угодно раз менять, отказываться от менять его, точнее, менять свою волю как угодно, потому что реализация этой воли наступит только после того времени, когда он, ну, собственно говоря, когда будет наступить тот самый день открытия наследства. До этого дня он может делать своим завещанием все, что угодно. В отличие от, например, договора дарения. Это договор, который совершается, грубо говоря, сегодня. И просто так его уже изменить, сказать, ой, я передумал, верните-ка мне квартиру назад, уже невозможно. Просто так отказаться безосновательно невозможно от дарения. Только в тех случаях, когда заключенная сделка по той или иной причине является, ну, допустим, недействительной, в ней нарушены так или иначе законы. И это можно, как правило, через суд признать. Но это редкие ситуации. Просто так, по своей воле, не мотивируясь сказать, не хочу, я передумал, это невозможно. Поэтому здесь нужно вот эти моменты четко знать при выборе, каким образом переоформлять имущество при жизни, скажем так, по сделке или по завещанию, как говорят. Так вот, по завещанию это совершенно четко после смерти. Напомню, обсуждаемые вопросы наследства. Телефон прямого эфира 6510-99-6, код Москвы-495. Написать можно на сайт финам.фм ваши комментарии, также можно отправить туда ваши вопросы. Ну, собственно говоря, Марина Алла, вопрос такой хотелось бы, так мы называем нашу программу инструкцию по применению, хотелось бы обсудить, вот с чего нужно начать. А начать, я думаю, нужно не с того момента, когда открылось наследство, и наследники уже думают, как им в этом процессе поучаствовать. А я предлагаю начать все-таки раньше, когда при жизни еще человек решает, а хочет ли он каким-либо образом изменить тот порядок, который установлен законом в случае его смерти, чтобы его имущество, если оно у него, конечно, есть, а вот его наследникам, наследник Камии, и кто будет его наследниками, а наследовалась, да, вынуждена была тавтологию такую допустить, но тем не менее, это правильно. Вот, Марина, о чем бы вы посоветовали задуматься людям вот сейчас, слушая нашу программу? Ну, если человек, допустим, при жизни хочет распорядиться своим имуществом, он должен, конечно, хорошо подумать. Прежде всего, задуматься, какие отношения в семье, между родственниками, и если, допустим, он захочет заключить договор дарения, он должен понимать, что договор дарения вступает в силу с момента госрегистрации, и право собственности переходит уже другому лицу. Есть такое понятие, как договор ренты. Договор ренты тоже предполагает государственную регистрацию переход права собственности после госрегистрации уже к другому лицу. Договор ренты предполагает выплату То есть человек будет получать определенные выплаты, я имею в виду получатель ренты, определенные выплаты на протяжении всей своей жизни. И будет иметь право дополнить еще жить в этой квартире. И будет иметь право пользования и проживания в данной квартире. Данную квартиру без его согласия продать или подарить другому лицу, платящему ренту, уже невозможно. То есть нужно обязательно его письменное согласие. Есть такой способ распорядиться имуществом, как завещание. Завещание, конечно, не подлежит госрегистрации, как правильно вы заметили. Но обязательно нужно удостоверить нотариально. Обязательно нужно. Да, договоры, это, кстати, тоже подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Но завещание, да, это нотариальный документ. Здесь предполагается достаточная свобода в действиях. Почему? Потому что вы правильно заметили, что завещание можно отменить. В любой момент можно составить новое. Но при этом завещатель должен знать, что если, допустим, он на протяжении своей жизни составляет несколько завещаний, чтобы они не противоречили друг другу. Поэтому я сразу могла бы дать совет, что если такая ситуация возникает, когда человек захочет составить, допустим, новое завещание, я думаю, что, приходя в нотариальную контору, нужно обязательно иметь на руках и старое завещание, чтобы не было между ними противоречий. Марина, а как же быть, вот с точки зрения закона, если в последующем завещании имеется некая инструкция, воля, которая противоречит, вот как вы сейчас говорите, предыдущему завещанию, ну, банально скажу, завещает свою квартиру Маше, а следующее завещание завещает свою, эту же квартиру Васе, я утрирую, то будет просто применяться последнее завещание, оно отменяет, по сути, автоматом то, что было раньше. В этом случае, да, оно отменяет, но если, допустим, кто-то завещает свою квартиру Даши, в следующем завещании, допустим, дом и земельный участок завещает бане, то, соответственно, будут действительно два завещания. Да, все правильно. И с принадлежащими. Ну, вообще, вот этот хороший совет, что если уже было завещание у человека, он его составлял, и сейчас хочет составить либо в отношении другого имущества, либо просто новое, то ему желательно иметь на руках старое, свое же, да, старое завещание, когда он идет к нотариусу оформлять новое завещание. Я думаю, что нашим слушателям это... Я думаю, обязательно это нужно, да. Нужно, да, обязательно иметь в виду. Потому что бывают часто случаи, когда потом, когда наступает часть Х, наследники приходят в материальную контору, имея на руках свои завещания. Нет, да, бывает такое часто. И когда смотришь, были такие у меня, например, случаи в практике, когда завещатель так, завещание насоставлял, что одному их сыновей очутилось, что он наследует буквально там какую-то маленькую долю жилого дома и не крошки земельного участка. То есть он должен так с улицы перелетать к себе в собственность и пользоваться. Ну вот смотрите, а есть еще один важный вопрос, Марин, который я именно у вас хотела спросить. Я думаю, что он важен для всех наших слушателей, которые так или иначе попадали в ситуацию, связанную с наследством. Когда открывается наследство? Ну, во-первых, сразу напомню нашим слушателям, есть два способа принятия наследства. Один способ, это в течение шести месяцев нужно обратиться к нотариусу, да, к любому же нотариусу можно. В течение шести месяцев после смерти наследодателя. А к кому? Вот сейчас к любому. Был момент у нас, когда до 2005 года, говорю на память, когда можно было обратиться только к нотариусу, который был расположен и действовал в том районе, где был зарегистрирован, то есть прописка по тем временам это называлось, умерший. А вот, собственно говоря, сейчас в Москве можно к любому нотариусу обратиться. Если наследодатель проживал в Москве, то можно обратиться к любому нотариусу Москвы. К любому нотариусу. Если наследников несколько, то кто первый обратился, где открыто первое наследственное дело, соответственно, там оно и будет у того нотариуса продолжать вестись. Да, наследственное дело одно, конечно. А вот скажите, пожалуйста, человек обращается, допустим, он наследник по закону, и он вообще может не знать о наличии какого-либо завещания. Ведь нотариус при получении заявления о принятии наследства, нотариус должен выяснить, правильно, нет ли завещания у этого умершего. Вот существуют ли сейчас в Москве, в области, ну и, честно говоря, интересуются... Государство целиком. Да, и другие регионы, надежная, нормальная база вот этих завещаний. Как мы все знаем, недавно был принят закон о том, что будет сформирована в скором времени база, единая информационная система в нотариате, и в этой информационной системе как раз-таки будет база завещаний, доверенностей и прочих документов, брачных договоров, например, и другие. То есть сейчас, на сегодняшний момент... До этого не было, закон не позволял. А как устанавливается, было завещание или не было? Я знаю, что люди пишут в нотариальную палату, допустим, им дают ответ какой-то. Но откуда они берут информацию, которую в ответ ставят? Вот до принятия этого закона такой базы не было. Почему? Потому что не было закона о том, чтобы нотариус имел право передавать сведения в какую-либо базу, в какие-либо органы об удостоверенных завещаниях. Действительно, это была большая проблема. Завещание найти было практически невозможно. То есть, смотрите, хочу сразу тогда для наших слушателей, как будет действовать закон, когда будет создан реестр, это все где-то у нас в будущем. Но, тем не менее, хочется дать тогда такой совет. Я думаю, что коллеги присоединятся именно с точки зрения того, что если вы составляете завещание свое, собственно, в отношении своего имущества, после, соответственно, вашей смерти, в данной ситуации это завещание все-таки лучше, хотя бы в ксерокопии, даже обычной, чтобы знать, у какого нотариуса оно совершено, отдать наследнику. Правильно я понимаю? Ну, вообще, это дело наследодателя, потому что бывают разные отношения. Кто-то хочет сделать сюрприз, кто-то что. Сюрприз может не случиться, если просто не будет найдено завещание, да? Это будет оригинальный сюрприз. Да, то есть это не обязанность наследодателя в данном случае, завещателя, да? Ну, в принципе, я думаю, что ксерокопию можно дать. Или где-то оставить уже своих документок, чтобы... Ну, тут тоже, понимаете, как, конечно, решает каждый человек сам, потому что действительно очень важны взаимоотношения в семье, которые существуют на сегодняшний момент. Но можно оставить в своих документах, но тут уже, знаете, к нам люди обычно, вот в отличие от вас, Марина, к нам приходят, когда уже совсем проблемы возникают, да? Не просто даже если все хорошо и нужно просто оформить. К нам приходят уже конкретно с проблемами. И в этой ситуации мы, к сожалению, чаще сталкиваемся с негативными отношениями в плане дележки наследства. Именно такое слово я специально сейчас использовала, потому что, ну, бывает, когда и родственники, которые, в общем, вроде общались, и вроде действительно близкие люди, как казалось бы, в прямом смысле слова грызут горло друг другу для того, чтобы подсудить какой-то лишний где-то квадратный метр или что-то еще. Я напомню нашим слушателям, что обсуждаем мы сегодня тему «Формула права». В программе «Формула права» обсуждаем тему наследства, инструкция по применению. Телефон прямого эфира 6510-99,6, и ваши комментарии можно написать на сайте финам.фм. Сейчас мы выслушаем новости и вернемся к нашей тематике. А когда вы узнали, скажите, Ирина, о том, что ваш муж умер? Уже после полугода. Ну, неважно, вот сейчас сколько времени с того момента прошло? Год, год скоро будет. Прошел год с момента, как вы узнали или как он умер? Да, 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 как он умер. Как он умер. То есть меньше, чем полгода, как вы узнали? Ну, да, наверное, да. Ну, Тау, что вы думаете? Ну, я полагаю, что в данной ситуации нужно обращаться все-таки в суд с заявлением о восстановлении пропущенных сроков на принятие наследства. И далее я полагаю, что поскольку у вас дети, независимо от того, совершеннолетние они или несовершеннолетние, они будут являться наследниками. И при восстановлении срока судом ваши дети смогут получить часть наследства, которое им причитается по закону. Но это только в том случае, если ваш муж не оставил завещание на какое-то другое лицо. Если я оставил завещание, Алла, сразу поспорю, ребенок инвалид. Нет, ребенок один, ребенок... Он в любом случае имеет право на эту долю. Нет, но там другие дети есть. Нет, ребенок инвалид и обязательно имеет право на обязательную долю. И он, безусловно, это право свое реализует. Но тем... Не имеет значения, есть ли что-то, что после него наставил. Я хотела у вас еще такой вопрос, Ирина, уточнить. А квартира, которая была у мужа, она не была случайно у вас приобретена в период брака? Нет, нет, нет. Это совершенно ко мне не имеет никакого значения. Это его собственность. Это его собственность. В том случае... Я чувствовала, сразу хочется все узнать. Чтобы можно как-то еще выделить. А можно вас попросить, если вот, ну вот, в виде исключения, как-то с вами связаться и вот более подробно... Ирина, ну у вас есть сейчас шанс с нами троими сразу связаться, и мы на ваш вопрос сразу ответим. Смотрите, здесь просто какой момент, что бы мне хотелось сказать. Во-первых, важно, имеется ли завещание или не имеется. Потому что если срок пропущен по уважительной причине, а по большому счету только суд может решить, уважительна ли была причина пропуска срока или нет, я полагаю, что она у вас уважительна, но я не судья, потому что вы просто не знали о смерти, соответственно, вашего бывшего супруга. Но если у вас дети совершеннолетние, важно не знали ли вы, а знали ли они. Потому что если они дееспособны, то они будут самостоятельно, даже при наличии инвалидности, тем не менее, будут самостоятельно от своего имени действовать. Если дети несовершеннолетние, тогда уже, конечно, будет наша слушательница Ирина, которая задавала вопрос, действовать от их имени. Мы напомним сразу вот этот вот момент. Но в любом случае, если завещание было, нужно смотреть текст завещания. Но есть такое понятие, и вот этот момент мне тоже для наших слушателей хотелось бы озвучить, как понятие обязательной доли, право на обязательную долю. Есть определенные ситуации, когда, с одной стороны, есть завещание, но вопреки этому завещанию может получить часть некоторого наследства другой человек, у которого есть на это особое право, он особо защищается законом. В данном случае это нетрудоспособные люди. Это пенсионеры, это инвалиды, да, вот в первую очередь. Эти люди, которые являются наследниками первой очереди, при этом они не поименованы в завещании, но они все равно могут унаследовать так называемую обязательную долю. Дальше идет сложная формулировка, но я хочу ее озвучить. Право на обязательную долю – это половина от того, что человек бы получил, если бы не было завещания вообще. То есть если завещания нет, берутся наследники той очереди, которая призывается к наследнию. Допустим, если мы говорим о первой очереди – это дети, родители, супруг. Сколько их, вот этих наследников, считаем банально, количество, допустим, трое, тогда все наследство делится у нас поровну на троих. Если речь идет о том, что было составлено завещание, но один из этих наследников имеет право на обязательную долю, то в этой ситуации вот эту одну треть, которую бы он получил, мы делим еще раз пополам и получаем одну шестую. Вот это и будет его обязательная доля. Я не знаю, сложно, наверное, все-таки на слух воспринимать, вот мне, даже мне, юрист-адвокат, сложная, но есть одна вещь, которую мне тоже для всех наших слушателей хотелось бы озвучить. Дело в том, что очень важно, я думаю, что Марина сейчас нам тоже пояснит этот момент, когда было составлено то самое завещание для того, чтобы рассчитать размер этой обязательной доли. Законодательство у нас в этом менялось. И раньше обязательная доля составляла, на память скажу, две трети. Две трети обязательно. От того, что бы человек получил. Что я не полагал бы по закону. А, соответственно, сейчас одна вторая. Вот если завещание составлено было до этого момента, до 2002 года, то будут применяться те правила, которые действовали тогда. И для чего я это говорю? Наши слушатели, которые сами в отношении своего имущества составили завещание, если это было очень-очень давно, до 2002 года, могут задуматься о том, не стоит ли им, например, это завещание переписать. Сейчас составить новое завещание для того, чтобы изменить тот порядок в отношении обязательной доли, который может быть применен в этой ситуации. Напомню, нашим слушателям мы обсуждаем вопросы на следствие инструкции по применению. Телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Комментарии и вопросы можно также отправить на сайт Финам.фм. Из сайта Финам.фм вопрос Виталия. Вопрос сложный, но я думаю, что мы постараемся сейчас в него вникнуть и ответить, потому что я вижу в нем некоторые важные моменты. Виталий спрашивает, можно ли переоформить в службе кадастро квартиру по наследству, по заявлению родителя, если она в длительной аренде, зарегистрированной в кадастре, то есть обременена. И арендаторы, чужие люди, отказываются дать согласие на такое переоформление. Теперь попробую своими словами вопрос. Во-первых, сразу скажу, что не в службе кадастро происходит регистрация и переоформление прав в собственности. Это Росреестр, то, что мы раньше называли регистрационной службой. Именно в этой службе и права аренды регистрируются длительные, и переход права собственности в связи, в том числе, с наследством. Вот в данной ситуации Виталий спрашивает, если квартира, которая перешла по наследству, наследнику, находилась и находится в длительной аренде. Эта аренда зарегистрирована в Рекпалате, то есть ныне в Росреестре. Но при этом люди, арендаторы не дают никакого согласия на то, чтобы наследник эту квартиру на себя переоформил. С одной стороны. А с другой стороны, право аренды продолжается на тот срок, на который заключен договор и права, по которому зарегистрированы. Но просто очень важно сказать следующее, что арендаторы никоим образом никакого отношения к наследственным правоотношениям не имеют и никаких согласий они не дают, и никто их спрашивать не должен. Я просто хочу сказать Виталию, Анастасия, извините, ладно? Правильно, правильно. На секундочку, да. Что при выдаче свидетельства о правильном наследстве, которое, безусловно, должно быть выдано на данную квартиру без согласия каких бы то ни было арендаторов или кого-то еще, если этот договор аренды действительно зарегистрирован, и если Росреестр даст сведения по регистрации договора аренды, то в вашем свидетельстве о правильном наследстве будет указано это обременение. Потому что здесь очень важно, что тот наследник, который получит в собственности эту наследственную квартиру, он в данной ситуации будет иметь права и обязанности арендодателя, то есть того, кто арендаторам предоставил эту квартиру. С одной стороны, он не будет иметь права выгнать их из этой квартиры, сказать, теперь я тут собственник, и вы мне тут не нужны, я не хочу вам сдавать в аренду. Права и обязанности по договору аренды. Да, а с другой стороны, он будет иметь право на получение денежных средств в качестве платы за аренду. Ну, тут, наверное, может быть речь, если это о жилье идет не об аренде, а о найме. Но тогда не нужна государственная регистрация. Да, да, тут вопрос достаточно интересный. Но, тем не менее, мы сейчас в дебри можем залезть. Я просто напомню, что в отношении жилых помещений применяются не правила об аренде жилых помещений, а называется это наймом. Есть отдельная глава в Гражданском кодексе, который предусматривает порядок и условия заключения договора найма. Да, и этот договор еще не подлежит государственной регистрации. Но, тем не менее, мы не знаем ситуацию. Вопросов спросить у Виталия у нас нет. Обсуждаем мы наследство, обсуждаем вместе с Аллой Еминской, адвокатом Московской городской коллегии адвокатов, и Мариной Соколовой, нотариусом города Москвы. И у нас есть снова вопрос. Слушаем. Алло, слушаем вас. День добрый. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Вы знаете, у меня два вопроса. Вопрос первый. Если у меня не один ребенок, но завещание написано на одного из них, могут ли претендовать оставшиеся дети на то, чтобы переделить. Если дети несовершеннолетние, то да, мы уже как раз говорили, а совершеннолетние. Если они не являются нетрудоспособными или пенсионерами, если у них нет инвалидности, или они не достигли официального пенсионного возраста, я, кстати, хочу сказать, что пенсионеры бывают, пенсионеры, которые выходят раньше, чем общий пенсионный возраст, допустим, военный пенсионер, вот они не обладают вот этим правом на обязательную долю. Только те пенсионеры, которые достигли именно общего пенсионного возраста, на сегодняшний день, если ничего не поменялось, вроде не поменялось, 55 лет для женщин и 60 для мужчин, просто все время обсуждают. На сегодняшний день не поменялось, завтра будет завтра. И второй вопрос. Вот ребенок, на которого сделано завещание, он живет за пределами России, то есть в республике, в Украине. Есть ли какие-то сложности с получением наследства? Наследство в России. Ну, смотрите, сложности, я думаю, сейчас Марина нам, может быть, техническую какую-то часть скажет, но я не вижу никаких особых сложностей с получением наследства, кроме того, что этот ребенок обязательно должен, во-первых, чтобы потом сроки не устанавливать, ну, извините, Надежда, мы уже об этом говорим, да, у нас тема сегодня такая, узнать о дате открытия наследства, во-первых, и совершить все необходимые процедуры, потому что мы коснулись момента, что есть формальный способ, а есть фактический способ принятия наследства. Вот формальный способ, это в течение 6 месяцев с даты открытия наследства, то есть с смерти наследодателя, обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу. К нотариусу не в республике, где проживает ваш ребенок, а именно, да, вот, допустим, в том городе, где вы проживаете. Если вы в Москве проживаете, значит, что к нотариусу в городе Москвы должен обратиться тут ребенок, который будет претендовать на наследство и желать его принять. Да, если он не может сам приехать, подъехать, может представить по доверенности. Или по почте. Нотариально удостоверено. Заявление можно подать по почте, главное, чтобы подлинность подписи на заявление была нотариально удостоверена. А дальше все документы можно собирать. Он его может делать там у себя и переслать, да? Но, смотрите, здесь очень важный момент. Дело в том, что не просто написать некую бумагу по почте, достаточно тонкий момент, сразу хочу рассказать нашим слушателям, лучше этого не делать. Это для крайнего случая. Потому что если вы не можете сами приехать к нотариусу, но должны в какой-то срок ему что-то написать, какое-то действие совершить, вы должны пойти к другому нотариусу у себя. И, грубо говоря, сейчас не рассказывая, может быть, совсем детали, вместе с этим нотариусом составить этот документ. Я объясню почему. Потому что ваша подлинность, вашей подписи на вот этой бумаге, которую вы будете отправлять нотариусу, должна быть удостоверена. Если у вас речь идет о другом государстве, ребенок в другом государстве, там своя, может быть, система. Кто ему вот это нотариальное удостоверение? Нужен ли будет апостиль, зависит от того, как государство? Нотариальный перевод этого документа. Это может быть большая сложность. По-хорошему, конечно, в идеальном варианте, если есть возможность, либо приехать самому, либо направить представителей, но напомню, что у представителей тоже должны быть правильно оформлены подномочия. Допустим, приехать. А то, что ребенок является гражданином той республики, не России, это не влияет? Смотрите, Надежда, смотрите, Надежда. Это может только на благооблажение. Одну секундочку, а мы сейчас послушаем новости, мы послушаем новости и вернемся к вопросу Надежды о наследстве. Итак, формула права в эфире. Наследство, инструкция по применению этой темы программы сегодня. Телефон прямого эфира, напомню, 651099,6, код Москвы 495. Также вопрос можно написать на сайте финам.фм. В студии у меня находится гостья Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, и Марина Соколова, нотариус города Москвы. И мы обсуждаем, собственно говоря, вопрос, связанный с наследством. У нас на связи была Надежда, которая задала два вопроса. Вот один вопрос мы, собственно, ответили по поводу завещания на одного ребенка, а детей у него несколько, все совершеннолетние. А обсуждали второй вопрос, связанный с тем, что тот ребенок, на которого написано завещание, находится за границей, в другом государстве. Ну, вроде бы в Союзной Республике, но мне кажется, что это даже не столь важно и принципиально. Я просто хотела некое резюме для наших слушателей сделать, которое говорит о следующем. В любом случае, важно обратиться к нотариусу в течение шести месяцев, потому что доказать факт принятия наследства фактически, если человек жил вообще в другом государстве, при этом будет достаточно проблематично. Для наших слушателей я скажу, что как раз вот этот второй способ принятия наследства, который мы все никак не обсудим, и, кстати, наименее желательный, честно скажу, потому что он наиболее рискованный способ для наследников, это способ, при котором в течение шести месяцев вы не обращаетесь к нотариусу, но, тем не менее, вы принимаете наследство, фактически начинаете, по сути, пользоваться им как своим, ухаживать за ним, производить за него какие-то платежи. Ну, допустим, если это квартира, вы можете сделать не ремонт, платить ежемесячные коммунальные платежи, ну, какие-то такие моменты. То есть пользоваться, по сути, как своим. Вот это называется принятие наследства, но сразу хочу сказать, что этот факт принятия должен произойти до истечения шести месяцев момента смерти наследодателя, и этот факт нередко нужно устанавливать и доказывать, и очень часто это приходится делать в суде. И уж что суд, какое решение примет, сочтет ли он этот факт доказанным или не сочтет, вот это большой риск. Поэтому я от себя, и думаю, что коллеги присоединятся, в любом случае могу посоветовать обращаться к нотариусу в течение шести месяцев, а если этот срок пропущен по уважительной причине, то восстанавливать этот срок, его восстанавливать на судебном порядке, но, тем не менее, использовать все-таки эту процедуру. И в данной ситуации, вот завершая наш ответ на вопрос, хотелось бы напомнить и сказать нашей слушательнице, что обязательно тем детям, которые захотят поучаствовать и будут иметь на это право, но в любом случае захотят подать заявление о принятии наследства, обязательно нужно все-таки, особенно при проживании в другой стране, подать заявление либо самостоятельно, либо через представителя. А потом еще, если не все имущество завещано, а только часть, то другие дети точно так же могут претендовать на наследование по закону. Вот смотрите, здесь еще какая ситуация. Очень часто наследники не знают существования, например, того же самого завещания. Поэтому они подают заявление о принятии наследства. Более того, ведь, раз уж мы говорим об этой теме, бывают такие ситуации, когда завещание является недействительным. Понятно, что этот факт можно установить только в судебном порядке. Это исключительный способ никак заявить об этом, сказать, я не согласен и так далее, невозможно. Поэтому в любом случае можно подать заявление о принятии наследства, даже если вроде бы как известно о том, что существует завещание, получить соответствующее постановление нотариусу и дальше уже определяться, если считаешь, что имеется основание для оспаривания завещания, в этой ситуации оспаривать завещание и уже признавать право собственности порядка наследования за собой. Если нет оснований для признания завещания, значит, будет определенным образом это наследство делиться. Еще раз напоминаю, что мы обсуждаем сегодня тему наследства, инструкции по применению, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Также комментарии и вопросы можно отправить и написать на сайте финам.фм, а у нас есть вопрос. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Игорь. Игорь, слушаем вас вопрос. У меня вопрос такой. У меня пожилая тетя, а она учила два года назад и уничтожит. Ну и как бы ей способны. Ну, как бы передвигается, слава богу, все хорошо. Значит, я оформил ренту пожизненно за ней. Но у нее есть, как бы, близкий племянник, это ее родного брата. При, скажем, когда у человека не станет, какие-то, скажем, он сможет препятствовать мне при оформлении документов на квартиру на меня, которые уже, как бы, аренда оформлена. И вообще такой вопрос, который вы сейчас задаете, очень часто встает в разных вариациях. Сразу скажу свое мнение, и оно заключается во следующем. Если вы договор ренты исполняете правильно, то есть у вас надо взять конкретно ваш договор и посмотреть, что там написано, что вы, финансов, денежными обязательствами заменены ваши требования по содержанию, или так называемое содержание в натуре, когда вы должны привозить, ну, по сути, содержать человека, привозить ему продукты, ухаживать, убираться. А делать рекоменты. Да, ну, то есть все, что нужно для человека, для его проживания, вот что это может быть и то, и другое, и деньги, и содержание в натуре. Но, тем не менее, что вот написано в этом вашем договоре, вот это вы должны четко исполнять. Если вы это не исполняете, то тот человек, который может теоретически претендовать на наследство, заинтересован, да, вот в этой квартире, которая после вашей тети может остаться, может обратиться в суд с требованием о признании договора ренты, недействительным, если к тому есть. Или расторжение. Или расторжение, да. Или искорить договоры ренты. Ну, тут разные, как по моменту. После смерти, возможно, невозможно. Да, после смерти. Нет, после смерти, а до смерти он может до смерти подать заявление. Это второй вопрос. Я поняла, о чем Алла говорит. Сейчас коснемся по поводу недееспособности, кто опекун и кто как может обратиться, да, в этой части. Но здесь ситуация какая. Вот если вы правильно исполняете этот договор ренты, а сразу скажу всем нашим слушателям, что значит правильно исполнять. Вот представьте себе ситуацию. Вы приезжаете к ней каждый день, убираетесь, вы теряете пыль, привозите продукты, общаетесь, поддерживаете, помогаете физически. Но это нигде, это не прописано, не написано, вы не следите за тем, чтобы каждый раз свидетель смотрел, как вы приехали, что вы там делали. После чего заинтересованное лицо, так или иначе, обращается в суд с каким-либо требованием и заявляет о том, что вы никогда не исполняли своих требований. Никогда. То же самое может касаться финансовых требований, если вы деньги просто из рук в руки передаете, и нет никаких ни расписок, ни банковских квитанций, ничего, никаких справок банковских кредитных учреждений, о том, что вы совершили платеж. И вот здесь вот возникает проблема, потому что вы на самом деле, вот в жизни вашей реальной, действительно исполняли этот договор по совести, по-человечески, а в суде иногда доказать этого не можете. Поэтому если вы связаны с вашей тетей договором ренты, я вам сразу хочу сказать, чтобы у вас обязательно были бумажные доказательства, я не побоюсь этого слова, именно бумажные, не свидетельские, а бумажные доказательства. Письменные, любые письменные, я бы так сказала, доказательства, которые подтверждают, что вы полностью исполняете условия ренты, которые прописаны в вашем договоре. Потому что в противном случае это может стать основанием для его либо расторжения при жизни, либо для признания его недействительным. Игорь, и не постесняйтесь, пожалуйста, вашей тете объяснить, что дело не в вашей тете, почему вам нужны письменные доказательства, А что когда, пардоните, тетя отойдет в Мириной, чтобы, как говорится, не было никаких проблем и судебных тяжб с этой квартирой и с ее другими родственниками. Еще, Игорь, у меня вопрос к вам такой. Скажите, вы сказали, что тетя получила микроинсульт, и она недееспособна. Что вы имели в виду? Ну, она не может готовить... Ну, это недееспособность. Я, извиняюсь за вопрос, а соображает она как? Очень, знаете... Она понимает, что происходит вокруг? Она может руководить своими действиями? Она, знаете, как бы все это видит, но есть вопрос, на который... Она может, ну, честно сказать, да, она как ребенок, который не соображает. Скажите, пожалуйста, Игорь, а вы договор этой... вот этот договор ренты заключили когда? До ее микроинсульта или после? Да, до ее. До ее. Ну, честно говоря, слава богу, потому что здесь какой есть момент. Игорь, спасибо, выслушали мы ваш вопрос. Здесь просто для наших слушателей тоже скажу один такой немаловажный момент. Дело в том, что какова наиболее частая причина оспаривания, я не говорю, успешного или неуспешного, попытки оспорить любое, договор, любую сделку, завещание, совершенное людьми в возрасте, скажем так. Обычно, ну, имеется какой-то перечень заболеваний, далеко не всегда связанное с психическими заболеваниями, мягко говоря, но тем не менее пытаются люди доказать, что вот этот набор и букет заболеваний привел к тому, что человек не сознавал свое действие, не мог руководить ими, да. Звучит кощунственно, но говорю по практике, что действительно это, к сожалению, так. Поэтому не нужно дополнительных рисков к сделкам, которые вы заключаете, в том числе вот как договор ренты у Игоря, который сейчас задавал вопрос, и, соответственно, у всех остальных наших слушателей, у которых такой момент может возникнуть. Итак, у нас наследство инструкции по применению, знаю, что у нас еще вопрос есть. Слушаем. Алло, день добрый. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Значит, у меня у клиентки, я сама риэлтор, у ней вот такая как бы ошибка документа. Представьтесь, пожалуйста. Меня Светлана зовут. Значит, у ней дата рождения, ну, грубо говоря, допустим, 1 июля, там, 60-го года, это по свидетельству, а в паспорте у ней ошибка, написали ей 1 августа. И все последующие документы, сделки ее и собственность идет вот как 1 августа. Скажите, пожалуйста, чем в дальнейшем это будет ей чреваться, то есть ее документы вроде как и недействительные, или надо будет потом доказывать, что это она и есть? Я думаю, что это придется доказывать обязательно, потому что в любом случае надо установить, что все документы, которые у вашей клиентки имеются на руках, они принадлежат одному и тому же лицу. А если в этих документах имеются разночтения, то в порядке установления юридического факта в судебном порядке, это можно установить, что все эти документы, которые с ошибками принадлежат конкретно одному и тому же лицу, они являются документами этого лица. Поэтому, безусловно, единственный способ для того, чтобы устранить эту ошибку и чтобы проблем не было в дальнейшем, нужно идти в суд и устанавливать факт принадлежности данных документов лицу, которому необходимо установить данный факт. И это все равно когда-нибудь всплывет в самый неподходящий момент. Делать это нужно. Я хотела сказать, что вообще желательно это сделать самому человеку, у которого в документах, в спокойном режиме, никуда не торопясь, потому что потом возможно, ведь у нас как бывает, вдруг срочно что-то, не дай бог понадобится, продлить квартиру, обменять, какой-то вариант выгодный или еще что-то. А у нас получается в паспорте или в одном документе одна дата рождения, другая у нас может и рекпалата не принять эти документы, у нас может не принять эти документы. У нас эти документы, будем говорить так, никто не примет эти документы. Поэтому действительно лучше это сделать самостоятельно и просто держать у себя это решение суда, если действительно эти документы принадлежат одному и тому же человеку. Я не думаю, что будут какие-то сложности доказать, что это его конкретно документы. Законную силу решения суда, я думаю, что все органы, которым нужно будет представлять эти документы для совершения различного вида сделок, они будут приняты и будут иметь юридическое значение. Раз мы говорим о наследстве, то в данной ситуации и наследникам будет проще, они просто из документов этого человека возьмут это решение суда и ему придется дополнительно куда-то идти. Но давайте в данной ситуации, поскольку такой вопрос не стоит, мы пока не будем обсуждать. Нет, это касается вообще, это серьезный вопрос, и вообще это очень часто встречается, это касается не только расхождения дат рождения, но это касается расхождения имени, фамилии, отчества. Особенно, кстати, у пожилых людей, у которых записи были еще в церковных книгах, и вот есть определенные имена, в которых, да, кстати, это не только пожилых, есть Наталья, Наталья, например. Есть Дмитриевна, есть Дмитриевна, поэтому их много очень этих разночтений, поэтому их надо устранять и документы приводить в соответствие с тем, что есть на самом деле. Да, потому что вы все равно с этим когда-нибудь столкнетесь. Да, безусловно. Как говорит правильно Марина, действительно, в самый неподходящий момент такие вещи происходят, а в любом случае судебная процедура, как бы бы страна она не была, она не будет у вас за секунду, за неделю и так далее, и решение вступает в законную силу. Сейчас у нас только месяц, только вступление в законную силу, это без судебной процедуры. Минимум 3 месяца, и плюс еще надо будет подготовиться, собрать те документы, которые будут подтверждать то, что у человека вот действительно в таком-то документе есть ошибка, безусловно. Итак, формула правого в эфире, обсуждаем сегодня такую животрепещущую тему, потому что она действительно касается многих наследства. Инструкция по применению, напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 6, код Москва 495. Также ваш вопрос можно написать на сайте финам.фм, у нас немного времени остается, сейчас мы выслушаем новости, и потом постараемся ответить на ваши вопросы. Итак, напомню, формула правого в эфире, с вами я, Анастасия Брайчева, у меня в гостях Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, и Марина Соколова, нотариус города Москвы. И обсуждаем мы тему, связанную с наследством, и у нас есть еще звонок в студию, давайте выслушаем вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, вы меня слушаете? Да, мы вас слушаем, как вас зовут? Очень прошу вас, мой хороший, у меня, значит, я была в браке с мужем, и мы вступили с ним в брак, у него второй брак был, но у меня тоже после похорон мужа, я быстро вам скажу. И мы, значит, с ним заключили брак, у него квартира и у меня квартира. Потом, значит, мы прожили с ним 16 лет, потом он заболел, начал нервы, тоже микроинсульт, попал в больницу, и его там обходила лечащая врач, и все, и я его потеряла. И мы, он подал на развод, а был уже сильно больной. Эту квартиру, которая у него, мы ее до брака с ним, у него ее не было. Когда мы с ним уже были в браке, его половина этой квартиры не принадлежала ему, и мы с ним вдвоем покупали вторую, выкупили половину, и прожили 17 лет, все вместе платили, жили в моей квартире. А та квартира пустая была. И все, и та женщина, и он потом заболел сильно, у него опухоль головного мозга, и больше все, она меня не подпустила. И все, и развод взяли, и не подпустила меня, и она его похоронила 90 уже, это в 2004 году, и все, и я осталась чуть-чуть. Алла Васильевна, спасибо вам за вопрос, я думаю, что мы с коллегами сейчас постараемся ответить, хотя такую животрепещущую тему вы подняли, Алла, что думаете? Нет, ну странно вообще. Ну, на самом деле я хотела сказать, что поскольку квартира принадлежала, я единственное не поняла момент, принадлежала квартира мужу до брака. Полквартира принадлежала, а полквартиры они в браке выкупали. Если полквартиры в браке выкупали, вы, естественно, могли быть наследником, а если полквартиры в браке... Супружеская доля там просто есть. Супружеская доля, значит, в размере 1,4 у вас была. 1,4 от квартиры, 1,2 от 1,2, да? Да, 1,2 от половины. Но я бы хотела сказать, что поскольку, я так поняла, ваш муж скончался в 2004 году... Алло? Ну, у нас, наверное, сейчас прекратилась связь, Алло. В 2004 году, поскольку, да, он скончался, то каким-то образом надо было все-таки хотя бы в течение трех лет. Ну, в данной ситуации, если после мужа какие-то, может быть, остались вещи, может быть, как-то каким-то образом можно в суде установить факт вступления в наследство. Сейчас у нас майский пленум Верховного суда, который говорит следующее. Если я, как мы, давайте уж так, адвокаты часто делаем, я унаследовала тапочки, поэтому я приняла часть наследства. А раз я приняла часть наследства по закону, значит, я приняла все наследство. Это квартиру, замок, а я кто? Он себе развелся при жизни. Да, при жизни, не надо было венту прощаться. Это не к ней относится, не к ее вопросам. Нет, у нее наследственного, это никакого права. У нее есть супружеская доля. У нее есть супружеская доля здесь, это не по наследству вопроса. Надо было делать раздел имущества супруга в суде. Вот смотрите, давайте некое резюме сделаем. Во-первых, что мне хотелось бы нашим слушателям сказать. Каждый подумает сам, нужны или нет. У нас еще вопросы и комментарии, между прочим, есть. Я думаю, нам обязательно надо постараться на них ответить. Просто кратенькое резюме. Если человек, по вашему мнению и по мнению врачей лечащих, не отдает отчет в своих действиях, не руководит ими, или у него бывают такие моменты, или еще что-то, то в данной ситуации у человека существует такая процедура судебная, признание человека недееспособным. После этого ему назначается опекун, и он сам не может совершать сделки, только опекун нередко при участии органа опеки и попечительства. Если человек дееспособный, то есть он может за себя принимать решение, все-таки это уже его решение, с кем ему жить, с кем не жить, так или иначе. Да, мы можем по-разному это воспринимать, но человек принимает решение самостоятельно, если он в силу своего, дай бог, хорошего здоровья, в состоянии принимает нормальное решение. Поэтому в данной ситуации, если вдруг кто-то из родственников находится в бедственном положении с точки зрения, простите, психиатрии, если уж так говорить, то этот вопрос нужно фиксировать в суде для того, чтобы действительно его никто не охмурил, не окрутил. К сожалению, такие варианты мошенничества, которые очень сложно, очень сложно еще потом и доказать. И тем более с квартирами, которые в Москве имеют достаточно высокую стоимость, поэтому желающих получить эти квартиры. Вообще это люди группы риска, банально группы риска, люди, которые обладают на праве собственности недвижимым имуществом, но тем не менее по той или иной причине может быть оказаться подверженным влиянию таких людей. Напомню, что формула права в эфире, наследство инструкции по применению обсуждаем сегодня. Телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495. Комментарии можно отправить также на сайт Финам.ФМ. И у нас есть еще звонок от слушательницы по имени Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Анна, выключите сразу радио, иначе у нас эхо в эфире, и мы слушаем ваш вопрос. Анна говорит. Анна, выключите, пожалуйста, радио, иначе мы не сможем выслушать ваш вопрос. Слушаем вас, Анна. Ну вот, к сожалению, у нас, по-моему, связь, наверное, со слушательницей прервалась. Сразу хочу нашим слушателям сказать, что если вы хотите позвонить нам и задать вопрос, выключите радио, потому что у нас, как вы слышали, жуткое эхо появляется в эфире. Очень сложно слушать, воспринимать на слух, и слушателям тем более. Да и нам, я думаю, в студии непросто будет ответить в таком режиме. Напомню еще раз номер телефона 651099,6, код Москвы 495, и финам.фм, сайт радио, вы можете оставить там комментарий или вопрос. Как раз с сайта есть вопрос от Сергея. Открыто наследство, у меня на руках завещание. Имеет ли смысл при обращении к нотариусу предъявить, кроме завещания, правоустанавливающие документы завещания на недвижимое имущество, которое входит в состав имущества по завещанию? Может быть, это и не нужно. Ну, то есть, коротко, вопрос Сергея следующий. Вот, я думаю, нам Марина сейчас подробно на эту тему расскажет. Нужно ли мне с собой все документы нести или просто прийти с завещанием? Для того, чтобы открыть наследственное дело, все документы на недвижимость, правоустанавливающие, нести не нужно. Значит, для того, чтобы открыть наследственное дело, достаточно принести свидетельство о смерти в подлиннике, и справку с места жительства наследодателя, которая подтверждает место открытия наследства, в данном случае, допустим, у нас Москва. Завещание иметь при себе нужно, потому что для вас будет в нотариальной конторе составлено заявление, которое вы подпишете, о вступлении, о принятии наследства по завещанию. И вам дальше нотариус разъяснит, какие нужны документы, в зависимости от того, какое имущество вы наследуете. То есть вы будете иметь при себе список документов, документы, которые необходимо предоставить уже в дальнейшем для получения вами свидетельства о правильном наследстве. У нас сразу, я так понимаю, вернулась слушательница Анна, которая хотела задать вопрос. Анна, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Кратенько ваш вопрос, у нас немножко времени уже осталось. Скажите, пожалуйста, вот у меня двухкомнатная квартира, в одной квартире сына живет, а свою квартиру я хочу дарить внуку, вот это родной внук по оплате вот этих документов дешевле будет, чем неродному там. Дешевле. Объясню почему. Смотрите, Анна, вы сейчас задаете, видимо, вопрос про налоги. Речь идет о том, что если вы дарите, хотя это немножко не совсем тема нашей сегодняшней программы, но кратко отвечу на ваш вопрос. В случае дарения, если вы дарите близкому родственнику, это дети, родители, супруг, бабушка, дедушка, внуки, братья и сестры, то в этой ситуации они налог, вот стандартный налог на доходы физических лиц в размере 13% от стоимости полученного имущества платить не будут. Почему я это сказала и считаю это очень важным еще, подчеркиваю, нашу программу, потому что ровно то же самое правило относится и к наследству. Если вы получаете по наследству имущества, по общему правилу вы должны заплатить 13% налога от стоимости этого имущества. Но если вы относитесь к категории названных мной только что близких... У нас наследники все освобождаются от налога на имущество. Не на имущество, а налог на доходы, налог на доходы физических лиц. Вопрос не о том, что они на имущество платят, а именно налог на доходы, потому что стоимость этого имущества является их налогом дохода. Тут меня коллеги поправляют, поправляйте вслух, не надо мне тут махать, говорите, что я неправильно сказала. Нет, налог на дарение действительно такое понятие есть. Это не налог на дарение, это налог на доход 13%. Нет, налог НДФЛ 13%, по дарению он идет только для лиц, которые не относятся к той категории, которую Анастасия перечислила. А по завещанию, то есть не по завещанию, а по наследству, то есть в порядке наследования переходит имущество. В данной ситуации имеется в виду россияне, граждане Российской Федерации. Вообще ничего не платят. Налоги никакие не уплачиваются. Поэтому остаются только затраты на оформление наследства, то есть на нотариальные услуги, на услуги по регистрации недвижимости, если она имеется в составе наследства. Да, государственные пошлины и иные другие платежи, собственно говоря, такие же, такие же, как при дарении, кроме того, что по дарению можно просто в простой письменной форме составить договор и передать его на госрегистрацию, в отличие от наследства, которое обязательно нужно оформить у нотариуса. В любом случае, приму это к среднему и могу нашим слушателям сказать, пойду, вот сейчас я не уверена в этом, пойду после программы и обязательно посмотрю законодательство на эту тему. И сразу хочу нашим слушателям сказать, что в следующий четверг, напомню, что формула права выходит по четвергам с 11 до 12, в следующий четверг мы будем обсуждать эту же самую тему. Я обещаю нашим слушателям все-таки уже свое мнение на эту тему высказать. Надо мне посмотреть закон. Но, тем не менее, я никогда не стесняюсь сказать, что действительно могу быть в чем-то неправа. У нас буквально три минуты эфира и есть два звонка, но я не знаю, попробуем. Юрий, слушаем вас. Добрый день. Кратко-кратко, телеграфно. Юрий, алло. Слушаем, очень кратко вопрос ваш. Кратко вопрос, вот эта буква ЙО, фамилия Е, Е и ЙО, у жены Е, у меня ЙО. В разных документах по-разному у вас, правильно? Надо устанавливать факт принадлежности этих документов одному и тому же лицу. Вы обращаетесь в суд и суд собирает необходимые документы, подтверждающие... Только не суд собирает, а человек обращаетесь, собирает, представляет, суд доказывает. Собираете и устанавливаете факт принадлежности документов одному и с ЙО, другие с ЙО. И второй вопрос, давайте, коллеги, попробуем ответить. Ольга у нас еще хочет задать вопрос. Да, у меня договор ленты с мамой уже 10 лет, ей сейчас 92. В этом договоре есть финансовые, как говорится, обязательства. Но мы с ней вместе живем всю жизнь. Надо ли мне какие-то деньги перечислять? Какой смысл я все покупаю, она у меня лежачая после перелома шейки бедра. Ну о чем вы говорите, это же мама. Да, у меня сестра активизирует в Израиле. Марина, а я не согласна. Пусть мама, пусть не мама. Если мама, может быть, вам будет проще ей объяснить, что если она действительно хочет, чтобы все осталось так, как есть, пусть она хотя бы раз в месяц... Ну, Анастасия, вы хотите, напиши бумажку, что я все получила? Да, если есть еще наследники, конечно, чтобы избежать рисков и неприятностей, конечно, лучше, чтобы мама вам черкнула пару строк хотя бы раз в месяц, что она получила, на какую сумму. Раз в месяц, пусть раз в два месяца. На ту сумму, на ту сумму, которая указана в договоре. И не имеет никаких претензий. Безусловно, да, да. Поясните, зачем это ей, потому что, ну, всякие моменты бывают. У мамы вот вряд ли, а вот случаями с папами, мало ли может, еще какой наследник откуда... Папами, сестрами, братьями. О котором никто не знал, сын, например, или дочь. Просто маме нужно корректно объяснить. У меня папа умер 8 лет назад, но сестра в Израиле начала активизация по поводу раздела этой квартиры. Ольга, все понятно? Спасибо огромное за вопрос. Ну, в принципе, мы на него ответили. Еще раз подчеркну для наших слушателей, если речь идет о ренте, всегда, даже если это ваш самый близкий родственник, даже если вам вроде бы как неудобно спросить, ну, как так, ну, как я могу, можете, потому что спросите у человека, хочет ли этот человек сохранение этого договора, и если да, то поясните, что нужны бумаги. К сожалению, к счастью, но это так. Но если есть потенциальные наследники. Да, ну, иногда мы можем о них не знать, все-таки страшно, да? Ну, мало ли что происходит, никто не знает. Напомню нашим слушателям, что в эфире была формула права, обсуждали сегодня тему наследства, инструкция по применению. В студии со мной обсуждали эту тему Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, и Марина Соколова, нотариус города Москвы. Спасибо вам огромное за потрясающе интересную программу. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. И озвучу нашим слушателям, во-первых, что наша программа выходит по четвергам с 11 до 12 в прямом эфире, и следующий четверг, потому что очень много вопросов, и вопросов, связанных именно с наследством, в следующий четверг мы также будем обсуждать именно эту тематику. Возвращайтесь к нам, слушайте нас, слушайте радиофеном. Спасибо вам, Анастасия.